Послушай меня, у нас уже эфир, да? Дарри-дарри-дарри-дарри-на-на-не Так что? У нас тут уже за старую традицию все полишались что-то... гости пришли, сховалися Короче, выключай Идите сюда, что вы там сховали? Хоть здорово Хорошо, поверни на них одну камеру, Кос покажи Нет, нет, нет Все равно туда придется повернуть Да нет А вы сюда? А, вы сюда? Не могу Все не влезут А вы так втекли Стояли, стояли Так, а что у нас Так, доповедай Я? А что я? Подруга, давай начнем с фанцы Сейчас Я остановлю самолет У меня нет микрофона, так что я... Я... Я Е Я Е А, что ты напоминаешь? А, Я Е Я смотрел, что там подписчиков у нас на... 44 уже Какая динамика? 44? Расскажи, Водю Что происходит? Происходи Происходи Что здесь происходит? Так, так, так Не 44 43 600 А, ну воно мне показывает, ну, чтобы было за 500, воно показывает уже 44. И что? За чего? Людей. Денег. Яких? Решин. За останний месяц. Люда, денег. За что, какой месяц, останний, он таки начался. Не, у меня статистика за останний месяц. Ну, это типа 13, за березень. В тебе постоянно будут завышенные показники. Чего? Ну, потому что, вот, по тижнях лучше мерять. А в ней за останний месяц, а за останнюю 28 месяцев. Миряйте тарелочку, пожалуйста. Миряйте по тижню, лицо. Маленько. З метою, не глибоко, будем туди шкирки кидать від апельсин. Куди? Геніально. Все, что вы делаете, талант. Кто сам? Боже, можно не шкварчать? Нет. Очень вкусно. Не чавкать? Нет. Очень вкусно. Пасаж очень вкусно. Вы понимаете, да? А в этом кейсе есть какая-то адженда? Вот ты можешь ее установить и доповести адженду твою красивую. В принципе, мы тут, иногда у нас какие-то рев, типа, какие-то истории життя выникают. По перове. А иногда нет. Иногда я сижу втомлений и все. Все же мама сказала. Ну, камеру все равно надо повернуть. Сильно, когда я си морозил, снимай штани. Ну, традиционно же надо изведуваться. Вам таки не казалось, детенцы? Ну, а теперь будете знать. Так. Большое здоровье. О, Йорус, Реал. Это за 13 дней. За 12. Что ты прочитал? Так, это табличка называется спуб. Ну, что, из нового, вина, чего? И станом на сегодня, но это станом на обед. У нас 24. 20 тысячи 34 гривен. В 270 донейтеров. Монобанк я не рахувал. Ясно скажу. Пейпэл 90 евро. Это от 10 донейтеров. Йобанн 10 евро. Один. Одна людина. И цифра не поменялась. Киевстар не дивился. И криптовалюты не дивился еще. Через неделю подивлюсь. Это за 12 дней. Да? Это не я. Это чего? Это поворот. А вот же... А это не мне. А, да господи. Дураки. Не лякайте, потому что вы ж трошки винца пригубили. А то нужно продолжать на виноградных спиртах. Абсолютно. А не никакого мурального. Не знаю, нельзя смешивать. Ни я. Это закон Яневского. Один из них фундаментальней. Дух Коханевского, потому что, если еще и покорить сгорит. Что случилось? Это поворот не произошло. Что происходит? Да ничего не происходит. На здоровье. Что, а у нас есть что-то говорить за неделю? Ох... 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 А я ей даже написал, а вы тут отвечаете о качестве кого, в принципе? А воня мне пишет о качестве головы ГО, ножи, батарея и лампочки, яка я партнером, значит, НСЖУ? Я справедливости заразу можу сказати, что Таня проповедовала броники своего часу на Майдан на Луганске, тоді ще, але потім, коли вона пішла до Министерства, вона, передбачено, спорилася. Слушай, Вадим Рабинович, посредством Данила ЄНС складывал броники з журналистом Громадського під час Майдану. Вадим Рабинович той самий? Ну, он же не знал, долав, в каких партиях он выйдет. Нет, я просто говорю про то, что, типа, ценные интеллигансы на потім. Ну, я тебе скажу больше, что покиненный Еремеев давал талоны наводку. Так, и не только нам. Наводку? Вы пропустили самую главную новость за сегодня. Давай, мочим, давай. И Тимошенко будет везти сама свой Фейсбук. Мы ее не пропустили. Мы ее проигнорували. Класс! Слухай, слушай, слушай, слушай. И первый, и первый, и первый будет такой пост. Знаешь, вот так вот. Не, не, не. Я знаешь, так вот. Не, не, не. И подпис на пробежке. Не, не, не. Ну да. До речи, про это еще прикольно сделаю. Привет. Знаешь, просто привет. Он взял этот пост, где она пишет, что я буду сама работать. И, типа, ну, намалюю какие-то. Как бы не газовые контракты 2019 года. У вас бы не было в Фейсбуке. Не, не, не. Но он сделал, знаешь, как? Он сделал, типа, вона репостит СБЖ. Ну, перепостила СБЖ и пишет. Типа. Представляем вам, ну, опять же, Юлия Тимошенко. Представляем вам, что с сегодняшнего дня Юлия Тимошенко будет самостоятельно везти свой Фейсбук. Это очень хорошо. Не, ну, прислужба то святое. У Юлия? Ну, да. Так. Дивлюсь постик. Это форум свободной России в Вильнюсе. Помнишь, Сережечка, там такое было? А был случай в нашей деревне? Как-то мы приехали до Вильнюса, не на форум свободной России, но так співпало, что он сбеглося. Что он был в этот час, когда и мы. И там мои двое знакомых в Вильнюсе, каким-то образом были дотичны для организации форума. Он сказал, так, ты там будешь идти, зайди там перед трем, по трещинам туда-сюда. Я сказал, так хорошо. А мы там где-то прибухнули немножко. Ну, реально. Ну, это же Вильнюс. Там холодно. Мы немного прибухнули. Я поцелам пишу, типа, я зараз пойду, где там что, типа, куда. И, значит, он говорит, там адреса такая-то, иначе я захожу на другий поверх, а там как раз между панельными дискуссиями перерва. И все тусуются в коридоре. Ну, там вот эти вот все. Гарик, так сказать, Каспаров, Альфред Кох. Гарик, так сказать, Харламов. Контингент не поменялся. Ну, я стоял, ну, так, ясно. Я стоял, с кем-то спілкувався. Ну, не помню, с кем. С Пашей Елизаровым. Это такие русские бежения. Зараз в Португале живет через Зимбабве туда потрапил. Это не жарт. Короче, и мы что-то спілкуемся. Ну, я бачу там, значит, Ромчик, как звали этого говноеда, который ведет эту программу на канале «Украина», там, где ты працював? Алексей Суханов. Алексей Суханов. И он там тоже. Реальный говноед. Да, и он там тоже треца. Тобто не реальный говноед. Он там тоже треца. А, это россиян. Да. Такая бритка такая. Такая, да. А я же прибуханный. Такая жертва барбар-шопа. Я тоже, типа, ай, он же тут делает. Он тоже оппозиционер. А мне, типа, да, он же тоже, типа, там, то-то. Я говорю, вы уже знаете, да, я не працюю, что он делает в Украине, типа. Ну, захватываем. Я, короче, как давай наваливать. Я стою в коридоре и пилю рыб. А я знаю, что я, типа, как Андрей Китай. Пилю рыб? А, перерыв. А, а мне пишут, пилю рыб. И когда рыба пила вылезает на берег. А я, значит, наваливаю, значит, что... Вингу рыб. Что вингу наедет. А я так, разумеешь, уже Альфред Кохо закинул, подтягивается. С одной стороны, с другой стороны Гарри Каспаров. Значит, вот это все. Я собрал аудиторию и рассказываю, как он... Неудобно потом, конечно. Несанкционированный митинг. Да, абсолютно. Здесь Бабченко туда поехал и Тарас Березовец. Я бачил, Тарас Березовец. Этот прекрасный телеведущий телеканал прямой. Да? Багатолектор. А вот этот с бородой, который американский политолог Питер Залмаев. Ну и, напевно, Петро Загорулько, я думаю. Я думаю, что он больше Питер, чем Залмаев. А что у вас... Вы, взагалі, не поважаете людей? Поважаем. Не поважаете. Вот это называется редколлегия Блек. Япония. Блек. Блек, ну все просто. Блек. 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 Ну, слушай. Ну, типа... Тарас Березовец натал на непоганых прописках. Я просто с ним не очень знакомый, я его вижу пару раз в жизни. Моя память история про Дональда Трампа. Дональда Табишеевич Трамп. Когда он влитку писал, на начале президентской кампании, что там, типа, Трампу кранти... Хиллари, вот это все, значит... Не. Тарас, так сказать, Березовец. И он там наваливал, наваливал, наваливал. А потом постил фоточки из inaugурации Трампа. Я всегда знал, как я и говорил раньше. Как я и писал раньше, правда, пост русский стерли просто. Да-да-да. Информ война. Знаешь, что бывает? Когда человеку какую-то бачишь, ассоциация. Вот, например, я рассказывал, это же Блэк, этот коллеги. Колись давно в детстве, когда Евгения Лисичкис-Лёх работал в России, помните, появилось видео с его оргией? Да. Оргия у Георгия, да. Там он, его редакторка, и какие-то люди, плети, маски, вот это всё. Когда работал в России, а не на панели. Да. И это зацинкувал Коханівський. Слушай, я подивился это видео. Но я же не Ханжа, я на самом деле породил за него. Нормальный движ, клетки, вот это всё, как бы, ну классно. Усы, усы вот этого. Да, он тогда был с бордой. Ой-ой-ой-ой. Вот. А он так живчик такой, думаю, ничего себе, короче. Ну а потом проходит. Я, до речи, не пив сегодня. Это же не. Но слушай, проходит час. Что кокаин православный творитель. И Евгений Алексеевич появляется тут, в инфополе. А я его когда вижу, у меня только эти картинки в голове. Ну реально. Колись там на одной вечерке с Даном Борисовичем мы были разом. И приехал Евгений Алексеевич. Такая маленькая, микровечерка. Приехал Евгений Алексеевич. И он сейчас там вот это вот. Ну ребятки, там вот это всё. А я только у меня это в голове. Вот это плетев, вот это вот. Ну не можем ничего там сделать. А что? Руки в десять. Может, больше не будет. Но всё, знаешь, ассоциация. А это до того, что Доброзавца и Трампа? Да. Доброзавца, я боюсь. Дай продолжение бою. А я сгадую песню о… Нас забанят, конечно. А я сгадую песню… Наталку? Не-не-не-не-не. Ягцей… Ягцей… Кровосток… Чилиповец, Чилиповец, ничего личного просто. Позорище, позорище. Позорище. Что такое? Кровосток, позорище. Не надо позорить вообще. Вообще на его знакове ничего. Слухай. А при этом они учили по встрече со своим Амстердамом. Так, а вот тебе Евгений Алексеевич на радио будет работать. Что у тебя будет ассоциация, когда ты его слышишь? Нет, там, кстати, без звука видео было. Так вот, я когда... Так вот, я когда бачу Тараса Березовца, я загадую вот этот же трек. Знаешь, там Березовец, Березовец. Нет, у меня была одна стычка с Березовцем. У меня месяц тому подр... Не-не-не, одна за очки. Подрезал тебе? У меня месяц тому подрезал очень жестко на светлофоре. А на чем он ездит? По-моему, на Вольво. А ты на чем? Не важно. На электрокар. Ну, у меня просто разные бывают варианты, поэтому пытаюсь. У меня просто был раз и говорит, я пойду заряжу автомобиль. Поставлю машину на зарядку. Да, на зарядку. Я такой, что? Тесла Славута. Он меня подрезал. Он меня подрезал. Знаешь, что он сделал? Показал факт. Вот так. Как? Как? И еще и Матюккакся, думаешь ты? Ничего себе, слушай, что ты. Не, ну это нормально. А что? И я так думаю, ну поразоветься, конечно, красава. Ну придешь, ты на 16 плюс. Ну, что вам сказать, там вот так он тебе сказал. Вот так. Роман, я бы на вашу миссию так не сделал. А у тебя что, нет регистратора? Нет, я без регистратора уже. У меня нет. Потому что я думаю, что регистратор может притягивать разные ситуации, которые нужно снимать. А-а-а. А-а-а. Ты веришь в Карла? Нет. Я в Зелене не верю, а в эту херню верю. Понятно, ясно, понятно. Нет, просто раз поеду с регистратором, столько всего не снимал за один месяц, что я его снял. Так-так-так. Вот. А, то есть и видео у Кисельова. В том числе, да. На регистратор. Знаешь, когда видео у Кисельова сделали? Да, я помню. Лимонов? Он тоже был в этой оргии. Я тебе сказал, что я за него породил. В его возрасте я бы хотел так вот это вот. А я бы хотел просто увидеть их трех. Кисельова, Лимонова. Ты сейчас новин для Таблогих наговорил. Ты русофоб. Я русофоб? Иванов. И я, и я. А-а-а. 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 Иванов. Что? Иванов? Иванов. Вы про такси говорили? И про такси. И про такси. Вот ты сейчас меня ображаешь. Пана Донцова ображаешь. Восемь стартапов. И себя ображаю. А я, до речи, качну уже. До речи. Ну, это как ветерана Кеп. Я уже качну уже в первый день. А-а-а. А я не. И что в ней можно делать, пока она стоит? Ничего. А-а-а. 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 А я чул. А-а-а. 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 Я вимушенный себе обмежу. Ты там такой культурный тоже. Напомаженный. О-о-о. Культурный. Намазанный весь таки. Причесанный. Я вот это думаю. Я вот это вырежу. Я вырежу вот этот кусок, да. Дескреппин каже, ты там такой культурный. Скажи еще, будь ласка, чемный. И отвечаешь журналистским стандартам. Давай, будь ласка. Я потом. Опа. И все. Это тост. И в продакшн. Кому это? И из журналистских стандарт. О-о-о. Саша, ну расскажи. Саша, я жодного не знаю. Сонечко. Як бы я знал, что такое журналистские стандарты, я б, напевно, не занимался. Я був би прокурором, да. Я б залишился сам, напевно. Саша, слышишь? Есть один стандарт. Здоровый груз. Здоровый груз. Я помню. Пиздувательство. А-а-а. Спасибо, Роман. За синий дым. Ну, в этом контексте я могу многим фору дать. Здоровый груз, это относится, в принципе, всех людей. Что его нужно использовать, когда ты что-то делаешь. Особенно, когда ты пиздуватель. Не, ну, журналист, он не может, ну, если он не такой, ну, не твой, не твой. То он Света Клюкова. И Вера Ивашкина. Дуэт, так сказать. Дивлюсь, любишь ты. Очень сильно, да. Это что, СИКЮ? Так, это же, так, 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 так. Ты так не поставил, ага. Скрипен, 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 да. Это классно. Да, да, да. Загрузило, знаешь, расспортно. Это чудово, это чудово. Не, ну, там был. Шутка за шуткой. Шутка за шуткой. Шуточный секс. Шуточный секс. Шуточный секс. Згадал, згадал, згадал. То не я бью, то шутка бьет. Згадал, згадал старый жарт про этого, про Влада Сташевского, что памятаете такого звука. Да правда ли? И нет друзей. И нет подруг. Врагов. 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 Такое. Лишь только эхо горьких слов. А правда? Болин с Тирасполя. А правда? Не, ну, это логично. Это баллистика. Это логично, так. Айзеншпиц, так сказать. А правда ли, что голос Влада Сташевского обрабатывается на компьютере? Не правда. Он обрабатывается на калькуляторе. Такой электроник. Дуже дотепный, так, старый жарт, он мне очень понравился. На компьютере вектор, который выготовлялся в Кишиневе. У меня был дома такой. Дома был? Да. Это клавиатура такая с кассет. А это просто калькулятор с экрана. Ага. Ага. Я так понимаю, у тебя в своей комнате не было. Воно с кассет. Пшшшш. Ну, как деньги. Ну, написано компьютер, верно? Ну, как деньги, типа. Ага. Выготовлено место в Кишиневе. Да. Все. А у нас Саша стежит за хронометражем. Ага. 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 Я только разошелся. Это я еще не пил. Я не знаю, что надо заканчивать. Так это же хорошо, что ты разошелся. День. Вон, хвилина пише. И что нам теперь? Помовчим хвилину? Все, закинчите. Встать и выйти. Все. Давайте заспеваем, я не знаю. Там делико? Нет, я бы, конечно, спросил. А, Рома, 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 Рома. Моя дружина, яку ты чудово знаешь. Сьогодні целый ранок спевала пісню «Али Кудлай, красивая жінка незамежная». А яка там мелодия, Рома? Вот, пожалуйста. Красивая жінка незамежная, стоит на станции метро. Что? На станции метро. Ну, хоть задумавшись. Она мне, да? Моста особо. Вонач ци може бути нежна. А на устах ... Она у вас два, да. А на устах ей табло. А за финалом ... А за финалом ... ... двери зачиняются. А мала за финалом ... Каса, ты чел? Дверьмо за финалом! Классно ты чел. Темноту. ТЯНСКАЯ КЛИКИ